Смотришь на некоторые семьи, на некоторых детей, то для чего рожали? Лучше бы этого не делали. Подпишись, чтобы понимать, что на самом деле происходит в стране. Как вы относитесь к тому, что некоторые люди заводят домашних животных вместо детей? Отрицательно. Кому как нравится, это их выбор. Негативно, отрицательно. Нейтрально, это их дело. Нормально. Нормально, да. Ну, почему бы и нет, если у некоторых нет денег содержать детей? Если они детей не могут иметь, то, наверное, очень хорошо, отдушина в жизни должна быть. Ну, зачем лишние хлопоты некоторым людям? Люди любят отдыхать. Надо что-то же заводить, не только детей. Животные тоже радуют, так же, как и дети. Ну, как же без детей? Без детей плохо жить, дети нужны. Ну, для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. Ну, нормально. Очень плохо. Я сама недавно стала мамой и понимаю, что ребенка не заменит никто. Ни собачка, ни кошка. У меня вот есть ребенок и есть домашние животные. Ребенок любит у меня животных. Я считаю, что это вполне нормально. Ну, это их право. Я даже об этом не задумывалась, если честно. Это отличная замена в виде нового опыта или бета-теста, так сказать. Потому что многие относятся к животным как к настоящим людям, которым можно испытывать эмоции и такие же чувства. Ну, чаще всего такие люди не хотят иметь детей, потому что они понимают, что не могут их содержать. Все-таки это выбор каждого. Лично я люблю детей и хотела бы их. Но людей, которые не хотят этого, я осуждать права не имею, как считаю. А как вы считаете, насколько нормально рожать детей до 20 лет? Нормально. Плохо. До 20 лет человек еще ребенок сам. Наверное, отрицательно. Рано. Очень рано. Я сама до 20 родила. Нормально, мне кажется. Если нормальные отношения между двумя людьми, они ответственные, то в принципе можно. Судя по тому, что сейчас генетически дети развиваются быстрее, между нами, говоря, у девочек приходят месячные, как бы у меня девчонка уже от 10 лет, ну, наверное, она уже становится женщиной. В 17 лет это, наверное, становится нормой. Это прекрасно даже, я скажу. Потому что, когда твой ребенок взрослый, ты еще молодая, у тебя больше сил, энергии, чтобы его поднять, воспитать и что-то ему дать. Чем позже, тем сложнее. Ну, люди не всегда к этому готовы. Но если так сложились ситуации, почему бы и нет? Ну, если вы состоятельно уже зарабатываете, то нормально. Если вы сможете этого ребенка обеспечить, то, да, нормально. Детей же надо кормить, надо сначала выучиться, специальность получить, чтобы мать работала и отец работали. Детей же съезжать надо. Я считаю, до 20 лет еще рано завозить детей. Вот после 21-22, я думаю, как раз. Вы знаете, это тоже такой неоднозначный вопрос. Потому что есть люди и 18 созревшие, а есть и в 50 недоросли. В силу этих современных тенденций, вообще дети в возрасте 20 лет, это еще дети, несерьезно относятся ко всему. А после 40 нормально рожать? Нормально. Ну, если так получилось, то нормально. После 40, наверное, уже поздно. Никогда, но не поздно. Наверное, сейчас нормально, что же сейчас 70 создаются и после 40. После 40 тоже нормально, почему бы и нет? Поздно. Тоже плохо. И после 40 у нас сейчас развивается медицина, и это тоже нормально. Ну, после 40 надо, наверное, свои силы рассчитывать, если позволяет здоровье. Почему же? Если здоровье позволяет, можно и после 40. Уже это отлично, после 40. Ну, не знаю. Кому как Бог даст. Ну, если это второй ребенок, и первый раз девушка уже, да, нормально. Здесь все зависит от денег, что можно дать ребенку. Нищих в нашей жизни уже и так хватает. Есть, может, люди это позволят себе, и обеспеченные, да, это нормально. У каждого свои вопросы, свои возможности, свои ситуации, все это. Если женщина хочет ребенка, почему бы и нет? Если честно, то не очень. Опять-таки, я сама была не совсем поздним ребенком, но, тем не менее, после 30 меня мама родила. И вот эти вот разницы в возрасте, она имеет свой отпечаток в нашем общении, разные взгляды, очень разные взгляды на жизнь. И, опять-таки, мне бы хотелось, наверное, с мамой где-то больше бывать, что-то больше пробовать, но в силу возраста она уже не может себе это позволить. Поэтому, когда женщина рожает после 40, это тяжело для детей, прежде всего. А в каком возрасте лучше всего рожать детей? 25. До 37. После 20. В 30-35, так вот. Может, 25. От 20 до... До 27 лет, где-то так. Ну, 25-30. С 20 вот так, 25-30. От 20 до 30. В 20-30. Лучше всего, как полюбишь. Я, например, в 20 родила, я считаю, это нормально, потому что я была уже готова к этому. Ну, может быть, 30, когда человек уже плюс-минус состоялся, у него есть хороший достаток, он что-то нажил. Можно уже. Ну, может, чуть раньше. После 25, когда ты уже успел, так сказать, пожить для себя, как многие говорят. С 25 до 30. По мне, это вообще идеальный возраст. Когда уже немножко повзрослели, поумнели, по крайней мере, получили какое-то образование, поняли, чего хотим в жизни. Ну, тогда можно уже ребеночка. Я считаю, лучше рожать в молодом возрасте, пока есть силы и энергия. Потому что дети, это очень энергозатратно. Очень много сил и моральных, и физических нужно. Некоторые после 40, ну, не чувствуют себя такими энергичными. Когда, наверное, человек созреет, морально и физически уже готов, встал полностью на ноги, и все-таки ребенок, наверное, заводится для себя, а не на шею родителей. Вот это не надо забывать. А как вы относитесь к запрету абортов, которые вот в последние годы вводят некоторые региональные власти? Плохо. К запрету абортов? К запрету, наоборот, это хорошо, что запрещают аборт. Почему? Ну, чтобы дети рождались, крутой-то. Да, блин, а если он не хочет, чтобы она рожать? Что, уже он сразу... Я потом скажу. Я плохо отношусь. Запрет категорический, полный запрет надо поставить. Негативно, наверное. Отрицательно, наверное. Вообще, конечно, отрицательно. Я против абортов категорически. Не надо делать много глупостей в жизни, чтобы этого не делать, так скажем. Категорично. Нет. Положительно. То есть надо запретить аборт? Да. Ну, только, конечно, не рожать 12-13 лет. У нас вроде в стране не запрещены аборты. Ну, вот некоторые региональные власти хотят ввести и потихоньку вводить запреты в частных клиниках. Нет. На этот вопрос я не могу ответить. Конечно, хотелось бы, чтобы больше детей рождалось. Но эта тема, это для личной ситуации. Потому что разные ситуации бывают. Во-первых, это грех убивать детей. Если не на что их содержать, конечно, уже тот унужден делать женщину аборт. Куда деваться? И такое бывает, такие случаи жизненные. Бывают ситуации, когда смотришь на некоторые семьи, на некоторых детей и понимаешь, что, ну, для чего рожали. Лучше бы этого не делали. Поэтому иногда это необходимо. Хотя, на самом деле, против, конечно. Все-таки, если человек забеременевал, то лялька должна появиться. Аборт все-таки, как ни крути, это убийство. Прежде всего. Досмотрел до конца? Поставь лайк, чтобы голос регионов услышали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...